Какие акции на российском рынке стоит купить в декабре? В этом видео мы расскажем о 10 компаниях, акции которых могут показать значительный рост. Эти акции являются лучшим выбором для инвесторов прямо сейчас. Здесь будут прогнозы как от крупных банков и аналитиков, так и наше мнение. Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям в акции Cashflow, ваш денежный поток. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк авансом, ведь возможно именно эти акции вы решите добавить в свой инвестиционный портфель. Все точки входа, уровни от которых нужно покупать все эти акции, будут в нашем телеграм-канале. Ссылку вы найдете в описании. Итак, буквально на днях президент призвал банкиров не торопить Центробанк со смягчением денежно-кредитной политики. А это значит, что инфляционные ожидания остаются на высоком уровне, и Банк России намерен продолжить повышение ключевой ставки ради достижения своей цели по инфляции на следующий год в 4%. Рост ключевой ставки и продолжительная жесткая политика регулятора на руку московской бирже. Высокая процентная ставка напрямую влияет на процентные доходы площадки, так как на остатки по клиентским счетам начисляются повышенные проценты. Еще один очевидный момент. Испуг прошлого года прошел, по всей видимости, окончательно, и инвесторы добавляют оборотов рынкам московской биржи на ежемесячной основе. Из неочевидного, по всей видимости, дела у единственного конкурента СПБ биржи совсем плохи. А это значит, финансовые и инвестиционные потоки перейдут к Мосбирже, окончательно оформив ее статус монополиста. Мы сохраняем позитивный взгляд на позиции и будущие перспективы роста компании. Гибкая комиссионная политика площадки вместе с потенциальным расширением продуктовой линейки может привести к росту финансовых показателей в среднесроке. Инвестиционная идея для понимающих и принимающих риск Яндекс. Инвестиционная идея заключается в покупке акций компании Яндекс под благоприятные для акционеров, миноритариев условия разделения и продажи компании. Поскольку недавно появилась информация о возможном желании нидерландской головной компании продать, в том числе и контрольный пакет акций российской части, такая инициатива может ускорить сделку. В ближайшее время могут быть официально объявлены параметры и цена сделки. Компания продолжает публиковать уверенные финансовые отчеты. Развитие лидера IT-сегмента России продолжается. Поиск, реклама, развлечения продолжают свои расширения, а инновационные разработки и сервисы способны в будущем вывести компанию на новый уровень. Яндекс продолжает доминировать на рынке после ухода конкурентов. Определить справедливую оценку компании сейчас практически невозможно. С одной стороны, Яндекс недооценен по фундаментальным показателям, с другой сумма сделки может быть абсолютно любой. Возможность для инвесторов заключается в благоприятных условиях продажи бизнеса и возврате цены к справедливым значениям. Риски тоже есть, и они велики. Об этом обязательно нужно сказать. Фактического изъятия компании у действующих акционеров с огромным дисконтом мы не рассматриваем, но порядок и объем конвертации депозитарных расписок в акции новой компании, а также реализация прав действующих акционеров на зарубежные активы вызывает много вопросов и опасений. Кстати, в канале Сигналами мы продолжаем успешно торговать. Прямо сейчас на канале опубликованы две идеи с потенциалом роста более 10%, причем все это абсолютно бесплатно. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите к нам, где вся аналитика дается бесплатно. Ссылку на канал Сигналами оставим в описании. Мы прогнозируем, что текущий квартал окажется успешным для продуктовых и непродовольственных ритейлеров. Четвертый квартал является традиционно сильным для ритейла. Во-первых, сезон ноябрьских распродаж. Во-вторых, декабрьские покупки подарков. В-третьих, у населения осталась привычка некоторой категории товаров покупать впрок. В-четвертых, рост инфляции подталкивает к покупкам сейчас, пока товары не подорожали. Покупкам способствует и улучшение общеэкономической ситуации. На текущий год прогнозировался спад российской экономики, а к концу года некоторые прогнозы оценивают ее рост в 3%. Фаворитами остаются компании Magnet и X5 в продуктовом ритейле и компания Ozone в онлайн-торговле непродовольственными товарами. Помимо вышеперечисленных факторов, у компании есть свои внутренние специфические драйверы роста. Компания Magnet завершила второй раунд обратного выкупа собственных акций с дисконтом у инвесторов-нерезидентов, а совет директоров рекомендовал дивиденды за прошлый год. Теперь компания может вернуться к регулярным выплатам. Этот факт определенно поддержит котировки. Компания X5 радует инвесторов темпами роста финансовых показателей, а также развитием бизнеса. Процесс редомицеляции сложный, но по заявлениям представителей компании работа ведется. При удачном стечении обстоятельств инвесторы могут увидеть дивиденды от X5 уже в следующем году. Компания Ozone направляет деньги на увеличение доли и завоевание рынка онлайн-коммерции. У компании в данный момент предельно простая философия. Пока компания может обеспечивать 100% ежегодный рост бизнеса, нужно ловить момент. Когда рынок будет насыщен, а темпы роста снизятся, тогда компания перейдет на этап монетизации итогов развития компании в виде формирования прибыли, а для инвесторов – выплаты дивидендов. Помимо этого, Ozone в числе компаний, которые готовят почву для переезда. Также у Ozone неплохая репутация среди партнеров и потребителей. Компания не была замечена в громких скандалах. Но нельзя забывать про риски. Если Центробанк прибьет инфляцию и экономический рост к земле своей жесткой денежно-кредитной политикой, ритейлу в следующем календарном году может быть сложнее показывать текущие темпы роста. Друзья, если вам такой формат обзоров нравится, то ставьте лайк под этим видео. Вам это ничего не стоит. Ну а нам поможет тем, что больше людей увидят этот ролик. Ютуб будет чаще рекомендовать наш канал, и у нас будет больше мотивации делать полезные видео для вас. Спасибо. Далее поговорим про нефтяную компанию, которая в следующем году может стать дивидендным рекордсменом на российском фондовом рынке – Сургут Нефтегаз. Привилегированные акции. Вот на что мы обращаем внимание. В первую очередь, это стоимость бочки нефти. Хоть она и просела в последнее время, среднее значение цены в течение года оставалось на достаточно высоком уровне. Не забудем и о значительном сокращении дисконта на российский сорт нефти. Рубль превышал в паре с долларом США отметку в 100 рублей. Но после скоординированной работы власти и экспертов откатился от этой отметки. Напомним, курс рубля для последующей оценки дивидендных выплат нефтяникам берется в расчет на конец года. Спрос на нефть и поставки остаются стабильными, даже несмотря на продолжающуюся тенденцию по закрытости компании. В итоге, компания Сургут Нефтегаз на основании комплекса позитивных факторов может принять решение о рекордных дивидендах за текущий год, которые превысят 20% годовых, хотя последнее укрепление рубля снизило ожидаемую доходность валютной кубышки. При этом есть факт, который является одновременно и риском, и возможностью. Риск повторения низких дивидендов за 2022 год. А возможность заключается в своеобразной повышенной компенсации для акционеров за прошлые отчетные периоды. А как же наши металлурги? От чиновников уже начинают появляться прикидки и прогнозы на следующий календарный год. По ним можно будет понять ожидания властей от отраслей и компаний. По мнению заместителя руководителя Минпромторга Виктора Евтухова, рост спроса на продукцию черной металлургии на внутреннем рынке продолжится в следующем году и может вырасти минимум на 2-3%. Это однозначный позитив для представителей сектора Северстали, ММК и НЛМК. Текущий год подтвердил спрос на сталь и металлопродукцию. Загрузка производственных мощностей металлургов превышает 90%. Производство стали по итогам текущего года может составить 74 миллиона тонн. Параллельно со своим заявлением чиновник обратил внимание на контроль со стороны государства в лице Федеральной антимонопольной службы за необоснованным завышением внутренних цен на сталь. «Мы позитивно смотрим на сектор. Позиции компании черной металлургии выглядят устойчиво. Они перенаправили значительную часть экспорта на внутренний рынок». Акции компании «Самолет» фундаментально недооценены рынком в 3-4 раза. Такое мнение выразил глава компании Антон Елистратов. Если опираться на прогнозы и планы самой компании, доля правды в его словах есть. По прогнозу менеджмента только в следующем году бизнес компании может вырасти почти в 2 раза. По информации от главы самолета, бояться за программы льготной ипотеки не стоит, так как правительство России не заинтересовано в сильном и резком снижении объема строительства. При этом, даже если льготные программы ипотеки отменят, в ближайшее время будет организована поддержка населения властями в части приобретения жилья посредством других программ, дотации и мер поддержки. Компания готова ко всему и сейчас настраивает свой бизнес под любое развитие событий. Самолет приобретает участки земли на перспективу и уже сейчас является одним из самых крупных застройщиков со значительным земельным банком. Стоит отметить и IPO подразделения «Самолет Плюс», которое планируется в 2025 году. Через этот бизнес в 2023 прошли сделки с недвижимостью на 1 триллион рублей. Компания трансформирует свой финтех-бизнес в банк, по прогнозам прибыль которого к 2028 году составит до 50 миллиардов рублей. Самолет активно монетизирует сопутствующие сервисы. Продажи мебели в текущем году составят 13 миллиардов рублей, а в следующем, по прогнозу компании, продажи мебели будут уже 35 миллиардов рублей. Программа обратного выкупа акций будет продлена, поскольку менеджмент считает рыночную оценку компании заниженной. По мнению генерального директора Антона Елистратова, справедливая стоимость акций находится в диапазоне 12-16 тысяч рублей. В данный момент такие цифры кажутся неоправданно завышенными, особенно учитывая жесткую политику Центробанка, которая практически напрямую влияет на застройщиков через кредитование потребителей. Но учитывая темпы роста компаний и диверсификацию бизнеса, а также рост ликвидности в системе, такие цифры на горизонте нескольких лет при благоприятной экономической ситуации более чем возможны. Далее идея с повышенным риском. Позитив Технолоджис – это один из лидеров в сфере кибербезопасности на российском рынке. Ее технологии и сервисы используют более 3 300 организаций по всему миру. Компания остается одним из бенефициаров ухода из России иностранных разработчиков средств защиты. Все это мы и так с вами знаем. А вот на прошлой неделе компания провела День инвестора, где подтвердила прогноз по объему отгрузок на текущий год около 25 миллиардов рублей, что подчеркивает сильные ожидания от текущего, традиционно сильного квартала. В 2024 году по прогнозам менеджмента отгрузки могут быть в диапазоне 40-50 миллиардов рублей, что предполагает рост на 60-100% год-году. В 2025 году отгрузки могут вырасти еще на 75-150% год-году до 70-100 миллиардов рублей. Такой сильный рост отгрузок будет обусловлен положительной динамикой прироста новых клиентов на фоне продолжающегося активного замещения иностранных решений, а также заметного увеличения продаж новых продуктов. На следующий год компания готовит ряд новых технологических продуктов – межсетевой экран следующего поколения, программное обеспечение по автоматическому обнаружению злоумышленников и непрерывному мониторингу уровня защищенности инфраструктуры, а также защита веб-приложений, конечных устройств и защита инфраструктуры гибридного облака. У компании амбициозные планы по международной экспансии, прежде всего в дружественных странах. По оценкам менеджмента, уже в 2024 году доля продаж за пределами России может составить несколько процентов от общего объема отгрузок, а 5-6 продуктов компании уже готовы к продажам за рубежом. Несмотря на дальнейшее увеличение инвестиций в развитие бизнеса, Positive Technologies планирует сохранять рентабельность чистой прибыли без учета капитализации расходов NIC на уровне 30% и выше. Также компания прогнозирует рост числа новых клиентов в следующем году почти на 74%. Планы у компании правда грандиозны, при их реализации переоценка акций может не заставить себя долго ждать. Все компании, представленные в этом видео, интересны по-своему, но важно дождаться хороших точек входа, чтобы в них заходить значительной частью капитала. Именно их мы опубликовали в телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. И напоминаю вам про новые видео с портфелем на 25 тысяч рублей и дивидендными акциями с самыми высокими выплатами на 2024 год. Ссылки вы найдете в описании.